В военном отделе Санкт-Петербургской митрополии прошла традиционная акция «Посылка солдату». Петербургцы собрали вещи первой необходимости воинам, защищающим нашу родину на Северном Кавказе, а сотрудники епархии позаботились и о духовной составляющей посылки. Иногда в СМИ проходит информация о том, что был предотвращен очередной террористический акт. И мы не всегда задумываемся, что это было сделано руками простых воинов, которые заботятся о нерушимости мира в нашей стране. В Санкт-Петербургской епархии о подвигах солдат, служащих в горячих точках, помнят всегда и традиционно собирают для них посылки. Через это укрепляется и вера ихняя, что церковь за них молится. Они исполняют свой долг перед Богом и людьми. Но прежде чем осветить ценный груз, участники акции отдают дань памяти бойцам, которые погибли на Северном Кавказе, защищая родину. За панихидой звучат сотни имен тех, кто за наш покой заплатил собственной жизнью. Они отдали самое дорогое, что у них есть, это свою жизнь. В самом рассвете сил, когда человек только строит планы на будущее, только строит свою жизнь, они ее отдали. За свою родину, за сохранение спокойствия и тишины в нашей стране, за целостность нашего государства. Многие в армии понимают, что дружба с церковью – дело важное для самих военных. Вера испокон века помогала формировать у воинов доблесть и честь, поднимать воинский дух. Не секрет, что, в общем-то, православная церковь, или православная вера, правильно сказать, она ведь до революции 1917 года была фактически государственной идеологией России, которая несла только положительное и воспитывала воинов в духе верности и защиты своей родины. У посылок солдатам разнообразная начинка. Прежде всего, это предметы первой необходимости. Все то, что облегчит их непростой быт. Те же бинокли, обувь, армейские ботинки, пушки для обогрева их казарм, палаток, в которых они находятся. Дарители позаботились и о духовной составляющей груза. Вот такие евангелия для военнослужащих. Также нашим отделом были выпущены вот такие православные молитвословы для военнослужащих. Даже вот такие вот молитвки, которые можно непосредственно, так скажем, в карман военнослужащему положить, чтобы, так скажем, вот постоянно находилась у него на груди молитва. Посылка солдату – это не только приятный сюрприз, но и свидетельство того, что мирные граждане чтут подвиги своих защитников и молятся о них вместе с Русской Православной Церковью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok